Это новости на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте! В ближайшие 20 минут я и мои коллеги вам расскажем. Зам. Начальника УБОП просидит еще как минимум месяц. В Казабибийском районном суде прошло очередное слушание по делу высокопоставленного полицейского. Следствие допросило еще не всех свидетелей. Зам. Начальника управления по борьбе с организованной преступностью Кинжитая Тагулова арестовали в январе по делу пятилетней давности. Адельмурат Маженов уверяет, что еще в 2007 году Тагулов подбросил ему наркотики. А уже 22 марта истекает двухмесячный срок ареста полицейского. Все это время шло следствие. Накануне прокурор попросил суд продлить этот срок еще на месяц, потому что проведены не все следственные действия. В указанном времени не представляется возможно завершить предварительное следствие в силу ниже следующих причин. Установить и допросить других очевидцев задержания Маженова в 2007 и 2008 годах. Проверить на час совершения данного преступления других сотрудников полиции. Провести судебно-почерковическую экспертизу. Предъявить окончательное обвинение виновным лицам. Выполнить требования, предусмотренные статьями 273-280 УБК РК. На заседании самого кинжетая Тагулова не было. Присутствовали его адвокаты, близкие и сам Адельмурат Маженов. Между тем судья удовлетворила ходатайство прокурора о продлении срока заключения Тагулова еще на месяц. Адвокаты с решением служителя Фемиды категорически не согласны. Если судить с точки зрения Конституции и УБК, суд обязан не просто в праве, а обязан отменить арест. Поскольку вы присутствовали и слышали, что прокуратура принесла, вернее, руководитель следственной группы внес ходатайство с нарушением срока. Что делать, если вы занимаетесь предпринимательской деятельностью и к вам без причины зачастили проверяющие? Прокуроры дают 10 советов, как на законном основании прекратить подобный беспредел. Все подробности расскажет Сергей Высокосов. В торговом доме УМА и предприниматели города встретились с представителями управления Комитета правовой статистики и специального учета Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Карагандинской области. Предпринимательства без государственного контроля не существует. Порядок должен поддерживаться неукоснительно. От этого, по большому счету, зависит и экономический рост в стране, да и партнерские отношения с потребителями налаживаются быстрее. Кому охота связываться с фирмой из офисов, в которой не вылезают группы проверяющих? Это сильно бьет по престижу и конкурентной способности любого предприятия. Дыма без огня ведь не бывает. Прокуроры и пригласили на обучающий семинар предпринимателей, чтобы совместными усилиями определить регулярность, законность и необходимость проверок их деятельности. Согласно Конституции Республики Казахстан, каждый гражданин имеет право на свободу предпринимательской деятельности. Но эта конституционная свобода несет и определенную ответственность за ведение дел. Как найти общий язык с государственными служащими и не терять своего реноме? Прокуроры дали 10 советов. О проверках, о плановых проверках, а не плановых. И, например, нас заинтересовал личный вопрос, когда покупатель берет вещь. Они, конечно, имеют по закону в течение 14 дней возвернуть. Мы эту вещь принимаем. Но если проходит больше времени, тогда мы уже будем обращаться в соответствующие органы. Отдельным советом выделено предостережение о возможном предложении взятки. Это деяние уголовно наказуемо как для лица дающего, так и для берущего. За него предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. В непринужденной обстановке прокуроры просвещали предпринимателей о порядке проведения проверок и о том, куда следует обращаться с претензиями. Общий язык был найден. Такие встречи мы проводим не впервые. Аналогичные встречи проводились в торговом доме Таир, в торговом доме ЦУ. Также в Балхаше тоже мы уже проводили такую встречу. Целью данных встреч является вывести предпринимателя на открытый диалог с уполномоченными прокурорами, дабы дать им возможность заявить о своих правах, о нарушениях, которые допускаются в отношении них при проведении проверок. Сергей Высокозов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу. Она пройдет быстро. Оставайтесь с нами. Молочная фабрика «Натиже» представляет Новый продукт – ацидофилин Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натиже» с заботой о вашем здоровье. Шахтинский Новый Аким. По согласованию с администрацией президента, с согласием городского маслехата и распоряжением Акима области, им стал Александр Аглиуллин, который до назначения занимал должность заместителя Акима этого же города. Общественности представил нового городоначальника Балжан Абдишев. Александру Аглиулину 38 лет. Имеет высшее образование. По квалификации экономист-менеджер на государственной службе с 1999 года. Работал специалистом. Затем начальником отдела оперативного управления аппарата Акима Абайского района. В течение пяти лет был Акимом города Абай. Позже стал заместителем начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области. В 2010 году возглавлял самостоятельный отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды. С января 2011 до нового назначения работал заместителем Акима Шахтинска. К слову, прежний глава города Ирсейн Нагаспаев освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Глава региона поставил перед вновь назначенным руководителем Шахтинска ряд задач по социально-экономическому развитию региона. В том числе по реализации программы развития моногородов, обеспечению качественного теплоснабжения, особенно поселка Шахан, а также стабильной подачи питьевой воды. Самое важное – это предусловное выполнение комплексного плана мероприятия развития города Шахтинска. Все пункты, которые заложены в комплексном плане, они должны находить решение своего эффекта и они должны достигать. Аким области побывал с рабочей поездкой в Каражале. Здесь Баужан Абдишев побывал в промышленной зоне Жаремского ГОКа и даже спустился в забой шахты Западный Каражал, где успел пообщаться с рабочими. Первый ствол, который мы уже установили, прошли первые 300 метров полной технологии. Сегодня в промышленной зоне Жаремского ГОКа полным ходом идет реконструкция установки по производству боритового утяжелителя. Здесь будет перерабатываться моноборитовый концентрат, произведенный обогатительной фабрикой. С ходом работы знакомый со глава региона Баужан Абдишев. Посетил Аким области и горно-транспортный цех этой компании, где осмотрел имеющуюся здесь технику и участок по ремонту автотранспорта. Спустился Аким в забой шахты Западный Каражал. Предприятие входит в ТОО Аркен, компания Арселор Миттал Тимиртау. Здесь глава региона ознакомился с ходом реализации проекта по строительству 44-го горизонта, который призван восполнить убывающую мощность шахты, тем самым увеличить объемы поставляемой руды на 200 тысяч тонн в год. Завершить строительство планируется уже к лету. Побывал бы у Жан Абдишев и на обогатительной фабрике Жайремского ГОКа. Здесь ознакомился с деятельностью этого предприятия и программой его развития. Готовится инвестпроект по дальнейшему строительству подземного рудника до горизонта минус 70-го с запуском центральных групп и стволов. Ну и соответственно есть ряд программ по социальному, то есть восстановление ряд домов в городе Каражале с выкупом в дальнейшем для увеличения молодых специалистов. Предприятиям компании, расположенным в Каражале, необходимо уже в ближайшее время выйти на проектную мощность, тем самым увеличить свой вклад в социально-экономическое развитие региона, отметил Акимобласти в беседе с генеральным директором Арселор Миттал Тимиртау Виджая Махадиваном. Необходимые меры для этого будут приняты, заверило руководство промышленного магната. Ирина Камышова, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Между тем кадровые изменения произошли и в Каражале. Там также сменился Аким. Вместо Галыма Ашимова, перешедшего на другую работу, был назначен Кайрат Шарманбаев, занимавший должность заместителя начальника управления экономики и бюджетного планирования Карагандинской области. Нового главу Каражала на активе города представил Боржан Абдишев. Кайрат Шарманбаев родился в 1972 году, имеет три высших образования. По квалификации инженер-механик, экономист и юрист. На госслужбе уже почти 13 лет. Работал главным специалистом, затем начальником отдела управления экономики и развития предпринимательства города Караганды. Был заместителем Акима Октябрьского района. На протяжении трех лет являлся заведующим отделом по контролю за реализацией приоритетных программ развития регионов аппарата Акима области. Кроме того, был руководителем аппарата Акима города Караганды. Боржан Абдишев поставил перед новым руководителем города ряд задач по социально-экономическому развитию региона. Я всем хочу вам пожелать успехов, поддерживать нового Акима в месте работы. Человек новый, нужна ваша поддержка. Самое главное для нас вопрос, это сегодня динамика развития экономики, вопрос занятости и вопрос стабильности в обществе. В соответствии с концепцией, утвержденной Акимом области, 18 марта по всему региону стартовала ударная неделя, посвященная Наурызу. В учреждениях образования и культуры, музеях, библиотеках в этот день открылись и работают тематические выставки, которые по области насчитываются более 220. 19 марта в образовательных учреждениях прошли открытые уроки дружбы, мира и согласия с приглашением представителей и руководителей этнокультурных объединений. А завтра, 20 марта, пройдут тематические встречи в трудовых коллективах на промышленных предприятиях. В этот день на первый план выходит прославление человека труда. Праздник Наурыз отметил детский сад Гаухар. Здесь воспитанники дошкольного заведения знакомились не только с казахскими традициями, но и с правилами проведения данного события. На торжественном утреннике побывала и наша съемочная группа. В шахтерской столице о приближении долгожданного праздника Наурыз известили воспитанники одного из лучших дошкольных учреждений города. Встреча Нового года по мусульманскому календарю в детском саду Гаухар прошла с размахом. Детишки специально заучили стихотворение, праздничные поздравления, разыграли театральные постановки. Детский сад Гаухар поистине многонационален. Причем обучаются казахскому языку дети не только коренной национальности. Неспроста дошкольное заведение является обладателем титула Сдыгбала Бахша. Другими словами, детский сад стал лучшим в Караганде. Сегодня в ходе празднования Наурыз у Лустонолокны маленьких карагандинцев в очередной раз приобщают к многовековой истории казахского народа, к его традициям и обычаям. Хочется всех наших карагандинцев поздравить с этим праздником, пожелать всем здоровья, счастья, в доме благополучия, чтобы наши дети росли здоровыми, счастливыми и чтобы у нас в нашем городе, в нашем Казахстане всегда все было замечательно. Сегодняшний праздник открыл очень многое для меня. Я увидела, что ребенок мой активно участвует во всех мероприятиях, поет, танцует, рассказывает стихи. Ей очень нравится в этом садике. Мы относительно недавно здесь, и Марьям настолько выросла и духовно, и физически, что прям на глазах растет. Я очень рада, довольна. Поздравляю еще раз с праздником. Словом, праздник в дошкольном учреждении Гаухар прошел на ура. Тем временем сотрудники детского сада уже готовят новые, не менее яркие мероприятия для своих подопечных. Мирамгуль Салкимбаева, Улжас Габасов, Марат Культенов, Первый Карагандинский. О последних событиях спорта расскажет Берик Апаров. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Allugal. В шахтерской столице стартовал чемпионат физкультурно-спортивного общества ДВД Караганинской области по самбо, посвященный празднику Наурыз. В чемпионате принимают участие 95 спортсменов и 18 команд со всех подразделений силовых структур региона. Этот турнир является отборочным. Победители будут представлять команду Департамента внутренних дел Караганинской области на чемпионате Министерства внутренних дел Республики Казахстан, который пройдет в апреле в городе Актау. В этом соревновании принимают участие 18 команд, среди них 95 участников. Среди этих участников есть много именинных спортсменов, которые неоднократно являлись чемпионами и призерами Республики Казахстан и ЦС «Динамо». Данное соревнование является этапом отборочным на участие в городе Актау, где будет сформирована сборная команда ДВД Караганинской области, которая примет участие в этом соревновании. В Караганде в спорткомплексе «Жастар» проходит Кубок Республики Казахстан по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие спортсменки из Астаны, Алматы, Южно-Казахстанской, Павлодарской и многих других областей страны. Всего на турнир прибыло 230 гимнасток. Караганинскую область представляют кандидатки в мастера спорта Алина Верховская, Лиза Майновская, а также гимнастка первого разряда, чемпионка Казахстана Алина Адилханова. В Караганде уже неоднократно проводится Кубок Республики Казахстан по художественной гимнастике. Но хочу сказать, что это очень красивое зрелище, привлекает очень много зрителей, участников, потому что результат 12 команд говорит сам за себя. Во Дворце спорта имени Нуркена Абдирова проходит чемпионат Караганинской области по боксу, посвященный национальному празднику Наурыз. На турнир прибыло более 200 спортсменов со всех городов области. Соревнования пройдут по 10-ти весовым категориям. Главным рефери назначен судья высшей национальной категории Кайрат Галимтаев. Финальные бои пройдут 22 марта с 12 часов дня. Это все новости на сегодня. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского, 42-06-49. Становитесь участником новостей. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Саубунздар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова